Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня 20 ноября, среда, и в студии мы Виталина Садовенко и Андрей Палагин. Здравствуйте! Середина недели принесла нам много интересного, но обо всем по порядку. А пока что краткий анонс выпуска. Оставайтесь с нами на четверке. СЭС «Брест» ООО «Тепличный комбинат «Союз»» реализует инвестиционный проект по строительству сельскохозяйственного тепличного комплекса на газовом и иных видах топлива. Заявленный объем инвестиций – более 76 миллионов долларов, сообщили в Брестском облсполкоме. Сегодня самым крупным в Брестском районе является тепличный комбинат «Бересте», где овощи в защищенном грунте выращивают на 22 гектарах. Комбинат «Союз» планирует стать главным конкурентом. С такими новостями об овощах на прилавках заботиться не приходится. А вот стоит ли побеспокоиться о погоде сегодня – узнаем из прогноза. Смотрим. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Доброе утро, дорогие телезрители! В эфире программа «Утренние эспрессо» и мы продолжаем. Ежегодно 20 ноября, то есть сегодня, отмечается Всемирный день ребенка. В этот день в 1959 году Генеральная Ассамблея ООН приняла Декларацию прав ребенка, а в 1989 году Конвенцию о правах ребенка. Генеральная Ассамблея ООН рекомендовала всем странам ввести в практику празднование этой даты, как Дня Мирового Братства, посвященное деятельности по обеспечению благополучия детей. Какой прекрасный и очень нужный праздник! А вот какими еще событиями насыщена сегодняшняя дата, расскажет наша следующая рубрика «День в истории». На календаре 20 ноября и вот какими событиями ознаменован День сегодняшний. 1887 год. На свет появился композитор, деятель самодеятельного искусства Павел Корсач. Признание ему принесли строки «Мой Неман», «Беларусь моя», «Крыниченька», а также обработка белорусских народных песен «Ой, сивый конь бяжить» и других. 1899 год. Родился писатель, критик Михась Климкович. Разработал жанр драматической поэмы. Написал либретто опер «Последний вечер на хуторе», «Костузь Калиновский», «Балета князь озера». Автор текста гимна «Мы, белорусы». 1910 год. На Огродненской земле родился участник Великой Отечественной войны Николай Абранчук. Командир истребительной авиаэскадрильи совершил более 300 боевых вылетов, уничтожил 16 самолетов противника. Герой Советского Союза. 1948 год. В деревне Рудка Пинского района родилась Евгения Янищец. Ее творчество – ценнейшее достояние белорусской поэзии второй половины XX века. Автор сборников «Снежное сретение», «День вечерний», поэм «Окно в дождь», «Гололед» и других. 1995 год. Вышел указ о поддержке талантливой молодежи Республики Беларусь. Решение главы государства поддержали ведущие деятели культуры. Первым председателем Совета специального фонда стал Николай Еременко-старший. Александр Александрович Приходько – заместитель главного врача учреждения здравоохранения Брески областной родильный дом. Он с самого детства знал, что хочет помогать людям. По его признанию, быть акушером-гинекологом – это его призвание. Как он определился с выбором профессии, будучи подростком? Почему столь серьезную работу не представляет без чувства юмора? Как можно попасть на практику в Бреске областной родильный дом учащимся медицинского колледжа, а впоследствии трудоустроиться? Эти и другие вопросы большому боссу ребята зададут в программе 25 ноября в 19.30 на телеканале «Беларусь-4 Брест». Смотрите, будет интересно. Сегодня в гостинице Пекин авиакомпания «Белавиа» презентовала новый рейс – Минск-Урумчи. Это город в Китае на северных склонах Тяньшайнских гор. Он внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый отдаленный от моря город в мире. Первый полет запланирован на 16 декабря. Как рассказали на презентации рейса, направление было выбрано не случайно. Это один из ближайших крупных городов по отношению к Беларуси в Китае. Он находится относительно недалеко от границ с Кыргызстаном, Казахстаном, Россией и Монголией. Является крупным авиахабом. Стоит ли лететь в Китай, решать еще рано. А вот что следует делать непосредственно сегодня, узнаем из нашей следующей рубрики. Лунный календарь. Оставайтесь с нами на «Беларусь-4 Брест». Фаза Луны. Третья четверть. Луна убывающая. Символ дня – морской конек. День будет полон неожиданных поворотов судьбы. Придется принять непростые решения. Возможно, довериться Вселенной. Ощутите прилив внутренней силы и решительности. Будет желание оставить себе амбициозные цели. Покажите окружению лидерские качества. С осторожностью относитесь к новым знакомствам. Не доверяйте первому встречному. Рожденные в этот день не привыкли бросать дела на полпути. Они не ищут признания за счет других, а зарабатывают его поступками. Не исключено обострение аллергии, а также хронических заболеваний костей и суставов. По возможности не переносите даже легкое недомогание на ногах. Избегайте стресса. В теплицах можно высаживать пряную зелень, горох, огурцы, томаты, кабачки, чеснок, капусту. Проведите ревизию средств для борьбы с болезнями и грызунами. Заниматься прививками не стоит. Уходите от ненужных переживаний. Небольшие неприятности быстро разрешатся, если будете держать под контролем эмоции. Умение найти баланс станет вашим преимуществом. Порча. Ты хоть себя слышишь? Не будешь обратиться ни к кому. Кровь вижу. Идет от его деда. Хотел, чтобы вы умерли при родах. За случайные совпадения. Порча черного вдовца. Через неделю вам станет легче. Рассказывайте дальше. Новый надо. Смеситель. Ничего не понимаю. Черная энергия в камень уйти. Злодея покажи. Драматический сериал Порча. Смотрите по будням в 21.00 на Беларусь 4. Прест. Это никогда не кончится. Доброе утро, друзья. В эфире программа «Утреннее эспрессо» и мы продолжаем. Сегодня 20 ноября и люди, родившиеся в этот день, относятся к знаку зодиака «Скорпион». Кстати, интересный факт. В поддержку темы по статистике под созвездием Скорпиона родилось больше всего людей в мире. Около 9,6% всего населения земного шара. Ну что ж, значит мы точно знаем, на какой знак зодиака больше всего люди будут обращать внимание. В следующей рубрике «Гороскоп». Овен. Вас ждет суровое столкновение с реальностью. Она напомнит о неоплаченных долгах, а также о том, кого и чем обидели. Запасайтесь силами, чтобы пройти все испытания. Телец. Сообщат новости, которые перевернут вашу жизнь с ног на голову. Вероятно, захочется бросить работу, уехать в другой город и вовсе начать все с нуля. Звезды не советуют действовать, если не созрели для перемен. Близнецы. Окажетесь на пике своей формы. Удастся произвести на окружающих самое царственное впечатление, благодаря чему решите продвигать гениальные идеи в массы. Рак. Утро преподнесет приятный подарок. Это может быть новая должность или долгожданный проект. Вы ничего не испортите и везде сможете с честью выйти победителем. Лев. Следите за словами и действиями. Дело в том, что у руководства накопились претензии, которые щедрым и холодным водопадом могут обрушиться на вашу несчастную голову. Не провоцируйте. Дева. Можете легко сорваться на ссору. Ситуация вокруг будет взрывоопасной. Воздержитесь от любых доказательств собственной правоты, иначе окончательно испортите отношения с окружающими. Весы. Не ищите повод погрустить. На работе все сложится легко и непринужденно, порадует сюрпризом дома, а друзья принесут доброе вести. Лучше и быть не может. Скорпион. Случится неожиданная встреча с человеком из прошлого. Слушайте собеседника очень внимательно. У него есть ответ на вопрос, который не дает покоя уже давненько. Стрелец. Решите вступить в беспощадный бой с несправедливостью. День станет вашим собственным крестовым походом, а жертвами могут стать близкие, соседи, коллеги и даже незнакомцы. Козерог. Лучше не отлынивать отдел. Вы оглянуться не успеете, как нерешенные мелкие вопросы превратятся в огромный и тяжелый снежный ком проблем. Водолей. Придется балансировать между двух огней. Постарайтесь не дрогнуть и не качнуться ни на одну из сторон. Этот конфликт вам не нужен. Рыбы. Не время терять голову и бросаться навстречу приключениям. Многое может выбить вас сегодня из привычной колеи. Звезды настоятельно советуют даже радостные вести взвешивать. В этом году празднуется много юбилеев. И вот очередной. 85 лет Брестской таможни. С чего начиналась эта служба и как готовятся к своему юбилею сотрудники таможни, поговорим с нашим гостем. Сегодня у нас в гостях Лариса Георгиевна Пташиц, начальник таможенного поста Брест-Центральный. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите нашим телезрителям, как же начиналась история таможни Бреста. История деятельности Брестской таможни берет свое начало с того момента, когда был издан приказ Народного комиссариата внешней торговли СССР от 20 ноября 1939 года. И символично то, что деятельность именно началась на железнодорожной пассажирской станции Брест-Центральной. В этом структурном подразделении небольшом работало несколько сотрудников. То есть в данный момент вы руководите именно тем постом, с которого и началась вся история Брестской таможни? Ну, таможенный пост, как структурное подразделение отдельное, он был образован позже. Ну, а история начинается непосредственно с железнодорожного вокзала. Это теперь пост наш Брест-Центральный. Наверняка, как и Брест, Брестская таможня, она проживала разные периоды исторические. Вот расскажите, как она развивалась? Ну, мы начали с 1939 года. Началась Великая Отечественная война. И в ночь на 22 июня работало несколько сотрудников, 5-6 человек. Затем таможня прекратила свою деятельность временно и с октября 1944 года возобновила. Было сложно работать, это шла война. Эшелоны военные ехали через Брестский узел. Сотрудники таможни занимали два помещения небольших. Одно было дополнительное дежурной службы, как так называемая дежурка. Вот. Вокруг вокзала находились искорёженные локомотивы, повреждённые вагоны. Вот. Всё это нужно было устранять. И горожане наши занимались тем, чтобы разбирали руины разрушенных зданий. Начинался небольшой пассажиропоток. И, конечно, основное направление оперативной деятельности на тот момент сотрудников таможни была борьба с контрабандными товарами. Большим событием для города и для сотрудников таможни стала реконструкция вокзала, потому что он был частично разрушен. И теперь мы видим, что это великолепное здание, оно является архитектурной достопримечательностью города Бреста и занесено в свод памятников ЮНЕСКО. Да, что это такое? То есть он должен быть сохранён в том виде, в каком он есть на данный момент для потомков. Пассажиропоток менялся. В начале 70-х годов уже поехали через Брестский вокзал представители торговых организаций, иностранные лица, туристически организованные группы, дипломатические миссии и члены их семей. Ну и, соответственно, появились новые в расписании движения поездов, новые поезда, такие как Москва-Берлин, Москва-Прага, Москва-Париж, Рим. Если обратиться к истории, то в 1990 году в Советском Союзе начался экономический кризис, и тогдашние лидеры стран БССР, Украины, России приняли решение Беловежской пуще о том, что Советский Союз перестаёт существовать. И с этого момента 1991 года наша страна, Республика Беларусь, приобретает свой суверенитет, независимость. Пассажиропоток увеличивался с огромной скоростью, и в 1992 году уже через Брестский железнодорожный вокзал пересекли границу государственную 7 миллионов человек. В 1996 это был пик 9 миллионов 100 тысяч человек. И, конечно, требовалась реформа, реорганизация Брестской таможни. И вот с этого момента, с 1994 года, уже полноценно стал существовать таможенный пост Брест-Центральный. То есть приятно видеть, что несмотря на какие-то сложности, в любом случае таможенная служба, она постоянно развивалась и, конечно же, приносила пользу не только государству, но и людям тоже. Конечно. Я думаю, нашим телезрителям приятно было узнать некоторые исторические факты. Давайте вернёмся к юбилею Брестской таможни. Расскажите, пожалуйста, как сотрудники именно нашего таможенного поста Брест-Центральный подходят, подготавливаются к юбилею Брестской таможни? Ну, у нас подготавливаются сотрудники к юбилею не только нашего поста, и руководство, и все заинтересованные лица в этом участвуют. У нас в Брестской таможне 8 таможенных постов и 33 отдела таможенных операций и контроля. Вот. Все, конечно, выполняют свои функции непосредственные. Что касается таможенного поста Брест-Центральный, то на сегодняшний день в структуру его входят 4 республиканских пункта таможенного оформления. Это Брест-Восточный, Брест-Северный, аэропорт Брест и железнодорожный вокзал, где находится наш РПТО 09104 Брест-Центральный. То есть локализация не только вот в районе вокзала, как вот создать впечатление, а на самом деле гораздо шире. Да, да. Пост многофункциональный. Основная специализация наша – это совершение таможенных операций в отношении прибывающих транспортных средств международной перевозки и товаров, и убывающих с территории Евразийского экономического союза, и помещение таких товаров под таможенную процедуру таможенного транзита. Если брать наш РПТО аэропорт Брест, то в этом году были открыты международные рейсы воздушные. Наши сотрудники совершали операции таможенного контроля в отношении пассажиров и членов экипажей, которые вылетали в Турцию, Анталию и в обратном направлении. То есть опрос личных, осмотр багажа, опрос физических лиц на предмет перемещаемых товаров. Что касается РПТО Брест-Северный и Брест-Восточный, то это непосредственно таможенное оформление грузов, которые следуют в контейнерах, в вагонах. Это по большому счёту наш товароборот. Да. Стратегическое значение, конечно, для нашего поста имеет такое направление, как перемещение грузов из Китайской Народной Республики в Европу и в обратном направлении. Сейчас наблюдается увеличение этого грузопотока. Нам в работе помогает железнодорожный инспекционно-досмотровый комплекс, который позволяет сокращать время проведения таможенного контроля, повышает его эффективность. То есть рентгеновскими лучами просвечиваются вагоны, контейнера с грузом. Аналитик железнодорожного инспекционного комплекса анализирует сканограмму и в соответствии проверяет с документами товаросопроводительными. Если есть какие-то посторонние довложения, мы инициируем дополнительные формы контроля в виде таможенного досмотра. Ну и, конечно, мы оснащены большим количеством технических средств таможенного контроля, которые прежде всего способствуют того, чтобы мы выявляли товары, сокрытые от таможенного контроля. Но если коснуться все-таки юбилея и праздника, то я знаю, что лично вы тоже подготавливались к этому празднику со всеми вашими коллегами, но у вас есть особенный подарок для всей Брестской таможни – это песня. Как она называется? Я ее назвала «Посвящение Брестской таможни». Но вы сами ее полностью сочинили и, собственно, воплотили в жизнь вот те мысли, которые у вас были. Так получилось, что проработав 23 года в Брестской таможне, раньше меня такие мысли не посещали, скажу честно. Это получилось случайно. Я услышала, когда мы в Малорийском районе в прошлом году садили лес, начальник таможни Якута Сергей Николаевич обронил такую фразу, что было бы неплохо, если бы к юбилею таможни Брестской была написана песня. Вот, и я услышала эту мысль и задумалась, почему бы не попробовать. Вот, в свободное время от работы, где-то едешь за рулем, и напевалась мелодия, складывались слова. Честно скажу, это не было сложно. Стихи, слова сложились за один-два дня. Так быстро? Да, быстро. Знаете, наверное, если бы меня попросила написать песню какая-то другая организация или служба, это было бы непросто, а легко, потому что я этой работой живу, я знаю все её детали, особенности. Если чего-то не знаем, мы обращаемся всегда к законодательству, чтобы наши сотрудники и мы в том числе действовали грамотно, действовали в соответствии принятыми нормами законодательства. Поэтому песня родилась легко. Вот, затем я понимала, что когда есть слова, есть готовая мелодия, музыка, мне нужно найти человека, который бы сделал аранжировку на эту песню. Я хотел спросить, думаю, может быть, и музыка как-то ваша тоже, да? Да, музыка. Получилось, что я спела Павлу Карпову, который сделал аранжировку, готовую мелодию. Поэтому он сделал аранжировку, за что я ему признательна. На мой взгляд, получилось неплохо для первого раза. Конечно, это всё делалось с поддержкой нашего руководства Брестской таможни, по-другому никак. Вот. Начало было, скажем, случайное, но, надеюсь, завершение будет хорошее, логическое, правильное. И песня состоится. Если поговорить о песне, то эта песня больше лирическая. Ну, вот о чём она? Сначала мне хотелось, чтобы она была больше мелодичной и исполнялась в виде вальса. Но я понимала, что наша система таможенных органов, Брестская таможня, настолько мощные, большие организации с серьёзными функциями. И, конечно, хотелось, чтобы эта песня звучала с мощным таким патриотическим мотивом, с усилением концовки. Вот так. Если посмотреть вообще в целом на подготовку, то наверняка и другие ваши коллеги тоже какие-то подарки подготавливают. Но ваш подарок, наверное, всё-таки наиболее такой основательный будет выделяться на общем фоне. По поводу исполнения. У вас есть исполнительский опыт или это тоже было впервые? В школе я пела в хоре и в ансамбле. Затем какое-то любительское исполнение в кругу друзей. И у меня есть начальная школа по классу фортепиано. То есть два года я ходила в музыкальную школу. Это всё моё музыкальное образование. Поэтому просто исполнитель я такой, любитель. Но задумалась, конечно, кто будет исполнять эту песню. Я сама лично, либо поручим это исполнение другому человеку. Вынашивала мысль. В итоге ходила на занятия к частным преподавателям, в школу вокала. Ну, так получилось, что исполняю самостоятельно. Пробую. Такого рода песни, мне кажется, лучше всего чувствует сам автор. Когда смысл заложен определённый, в силу того, что вы профессионал в деятельности, то, о чём поёте, вам будет легче гораздо исполнить и именно те акценты оставить в песне, которые необходимы. Посмотрим. Я хотела, чтобы в этой песне звучали такие слова, которые очень важны для меня. Страна, офицеры, присяга, ветераны таможенной службы, верность долгу. Это, наверное, тот смысл нашей организации, с которым мы живём. Поэтому я думаю, что эти слова близки всему коллективу Брестской таможни. Лариса Георгиевна, мы от всего дружного коллектива программы «Утренний эспрессо» поздравляем вас с праздником. Спасибо. И у нас есть возможность, чтобы вы поздравили своих коллег. Уважаемые коллеги, я искренне, от всей души поздравляю с прекрасным юбилеем, 85-летием образования Брестской таможни. Я желаю всем крепкого здоровья, вам и вашим семьям, чтобы вы находили в каждом дне мотивацию для того, чтобы работать с полной самоотдачей. Мне кажется, только это позволит нам достигать хороших положительных результатов, двигаться вперёд. И всем всего самого доброго и светлого. С праздником, с юбилеем. Ну а сейчас, как говорится, от слов к музыке. Город милый, город родной, Это Брест и таможня моя, их храню я в сердце всегда. Это служба во имя страны, офицерская наша судьба. Труд в таможне такой непростой, Век стремительный и цифровой, И в бюджет государства должны Мы фискальный доход принести. Коллектив наш огромный такой, Слава чести присяга с собой, Единством своим мы сильны, Эти качества так ведь важны. Это Брест и таможня моя, Их храню я в сердце всегда. Это служба во имя страны, Офицеры присяги верны. Город дареет таможенный флаг, Сниму веренний тверже наш шаг, Службу верно отчизни несет, Ветеранов мы не подведем. Это Брест и таможня моя, Их храню я в сердце всегда. Это служба во имя страны, Офицеры присяги верны. Это Брест и таможня моя, Их храню я в сердце всегда. Это служба во имя страны, Офицеры присяги верны. Это Брест и таможня моя, Их храню я в сердце всегда. Это служба во имя страны, Офицеры присяги верны. Офицеры присяги верны. Лариса Георгиевна, огромное спасибо, Что этим утром вы присоединились к нам. Ну и еще раз не упустим этот шанс И вас, и ваших коллег поздравить с юбилеем. Огромное спасибо за приглашение. Напоминаем, что сегодня у нас в гостях Была Лариса Георгиевна Пташец, Начальник таможенного поста Брест-Центральный. Далее прогноз погоды для жителей первого региона. Оставайтесь с нами на четверке. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Брестские таможенники неравнодушны к проблемам четверолапых друзей. Они организовали благотворительную акцию «Помоги животным». Порядка 200 килограммов продуктов питания и необходимых зоотоваров было передано приюту «Доброта». Свидетелями доброго дела стали наши корреспонденты. Бекки и Касперу всего пару месяцев этих малышей подбросили в картонной коробке, а Джесси стала не нужна своему хозяину. Приют для животных «Доброта» организовала группа неравнодушных людей в 2011 году. Сейчас в нем порядка 100 бездомных котов и собак. Собака бывает кусачей только от жизни собачьей. Недаром поется в одной детской песенке. Вот и в приюте хоть немало вот таких ласковых собак, но больше все же тех, кто обижен на судьбу. Вот, например, у Джека был когда-то любящий хозяин, но когда он попал в аварию и остался инвалидом, решил избавиться от него и подбросил подворота приюта. Но в жизни все-таки случаются чудеса и хочется верить, что даже для такого бедолаги найдется новая любящая семья. Правда? И для тебя найдется. Животных надо кормить и лечить, убирать вольеры. Здесь острая нехватка рабочих рук. Приют живет исключительно на пожертвования. Свою посильную помощь оказывают как организации, так и обычные люди. Приюту всегда нужна еда для собак. И поскольку зима уже приближается, конечно, нужно утеплять вольеры. И вот все это мы насобирали и привезли. Помочь хвостатым перезимовать решили и сотрудники Брестской таможни. У стражей экономических рубежей Родины нет жалости к нарушителям. Но всегда открыта душа для тех, кто нуждается в их помощи. Брестские таможники регулярно принимают участие в различного уровня благотворительных акциях, таких как «Чудеса на Рождество», «Наши дети», акция для пожилых людей от всей души. И в этом году мы также решили принять участие в акции «Помоги животным». Причем название мы придумали сами. Инициатива была именно от наших сотрудников. Приют «Доброта» брестские таможенники передали собранное коллективом 200 килограммов продуктов питания для животных. Кроме того, бобики и барбосы получили новые уютные домики, необходимые средства гигиены, медикаменты и медицинские принадлежности. Виталина, ты знала, что Нобелевская премия по экономике не настоящая? Если честно, впервые слышу. Вообще звучит как теория заговора. Дело в том, что в отличие от первоначальных Нобелевских премий по физике, химии, физиологии, медицине, литературе и миру, учрежденных шведским промышленником Альфредом Нобелем, в конце 19 века премия по экономике была учреждена шведским центральным банком Риксбанк в 1968 году. И поэтому официально называется премия Риксбанка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Интересно. Теперь я понимаю, почему члены семьи Нобелей так критикуют шведский центральный банк. Далее рубрика «Экономикс». Оставайтесь с нами на четверке. В Ивацевичах запустили новую линию ламинирования древесно-стружечных плит собственного производства. Инновационный проект «Открытое акционерное общество Ивацевич Древ» реализовала по программе «Один район, один проект». Аналогов таким ламинированным плитам ДСП в стране до этого момента не производили. Как отметил глава области Петр Пархомщик, данная технология производства – шаг вперед для всей отрасли. Проект этот реализовывался совместно и с усилием Брестского исполнительного комитета. Были выведены денежные средства в пределах 13 миллионов белорусских рублей. Оказалось содействие Банк развития, который выделил кредит на 11 миллионов. Ну и, конечно же, Республиканские инновационные фонды в пределах 5 миллионов. Ну и очень важно, что и само предприятие заработало свою собственную прибыль и более 11 миллионов направлено на реализацию данного проекта. Современное оборудование, которое позволит нам увеличить реализацию нашей продукции в первую очередь на экспорт. В Ивацевичах будут выпускать плиты с глубокими структурами поверхности и ламинированные плиты, где тиснение поверхности максимально имитирует натуральную древесину и другие материалы. Впервые появится возможность синхронизации декора и тиснения на обеих плоскостях. Для нашей компании это важнейшее событие, потому что буквально еще недавно многие ставили крест на белорусской деревообработке и мебельной промышленности. Ну и мы имеем возможность всем доказать сегодня, что это не так. В стране отмечается положительная динамика по регистрации новых юрлиц. Об этом заявили Минэкономики, передает Билта. За 9 месяцев этого года в цифрах это более 20% по сравнению с январем-сентябрем 2023. Отмечается, что по итогам прошлого года предпринимательский сектор насчитывает почти 116 тысяч юрлиц и более 250 тысяч индивидуальных предпринимателей. Их вклад в экономику достаточно большой. Это четверть ВВП, пятая часть промышленного производства и почти половина экспорта. В долгосрочной перспективе ведомство ставит основной задачей для малого и среднего бизнеса развития производственной сферы в регионах. В Рязанской области появятся мультибрендовые центры белорусской техники. Об этом пишет Билта. Откроют и склад запасных частей. Спрос на наши машины у региона большой. Они работают и на стройках, и в городе, и на полях. Сегодня по улицам Рязани уже курсируют белорусские троллейбусы. В ближайшее время город купит еще 50 единиц. Информагентство уточняет, что стороны планируют увеличить товарооборот до 500 миллионов долларов, в том числе за счет высоких технологий. К слову, недавно в Рязани открыли сетевой магазин, где 70% ассортимента – белорусские бренды. От продуктов питания до косметики и бытовой химии. С поставщиками работают напрямую, поэтому цены очень доступные. Процентов на 30, а то и 50 ниже обычного. А я не буду молчать! Два пулевых. Несите капли крови на снарезке. Детективный сериал «Свидетели». Смотрите по будням в 15.55 на Беларусь-4 Брест. Андрей, а ты знал, что в средневековье каждой пешке давалось свое собственное имя? От врача до трактирщика. Ну, на самом деле, хорошо, что не прижилось, потому что шахматы и так сами по себе-то сложная игра. А тут еще запомни, когда ты походил врачом, когда купцом, что они могут, чего не могут. Ты абсолютно прав, лишняя путаница нам ни к чему. Вообще, шахматы тесно связаны с историей, и о них есть множество интересных фактов, которые не все знают. Что ж, тогда спешим смотреть рубрику «Экспонаты», чтобы узнать кое-что интересное. Шахматная фигура «Ладья», XII-XIII век. Относится к типу реалистичных шахматных фигур. Место происхождения – Восточная Европа. Длина ладьи – 55 мм. Ширина в бортах – 15 мм. Высота всей ладьи – 48 мм. Хранится в фондах Гродненского государственного историко-археологического музея. Этот миниатюрный артефакт – первая ладья и вообще первая шахматная фигура, обнаруженная на территории Белоруссии. Однако, даже если собрать вместе все 92 находки, провести турнир все-таки не получится. Не хватает слона и коня. Большинство фигурок вырезаны от руки из костей и рога. 15 – из дерева и всего три, включая эту ладью, из камня. Удивительно реалистичная, детальная и утонченная, она вправе считаться не только ценным музейным экспонатом, но и настоящим произведением искусства. Как и многие артефакты, каменная ладья носит статус случайно найденной. Это как раз один из тех случаев, про которые, говорят, не было бы счастья. В нашем варианте, если бы не начала обваливаться замковая гора. Первый хранитель и директор музея, историк-кровет Юзеф Ядковский, оказался в непростой ситуации. В его распоряжении не было ни средств, ни специалистов. Спасательная операция проводилась силами работников, предоставленных Бюро по трудоустройству. Никто не ожидал, что станет участником и свидетелем настоящего археологического открытия. Шахматную фигуру буквально достали из-под земли и вместе с другими находками передали в музейный фонд. Уникальный экспонат благополучно пережил оккупацию, послевоенные годы и перестройку. А в начале двухтысячных был украден во время одной из экскурсий. Через четыре года ладья все-таки всплыла при попытке нелегальной продажи. И, наконец, вернулась на свое законное место в музее. Сегодня ее увеличенная копия красуется на берегу Немана, как дань уважения к культурному наследию и символ того, что шахматная партия для этой фигуры еще не окончена. Недавно в Центре молодежного творчества состоялся отборочный этап пятого областного открытого конкурса юных чтецов «Зорный спел». Его цель – выявление талантливой молодежи, воспитание национального самосознания у подрастающего поколения и популяризация творчества писателей Брещины. Организаторами являются Брестский государственный областной центр молодежного творчества и Брестское областное отделение Союза писателей Беларуси. Поддержать участников пришли творческие коллективы ЦМТ, образцовая эстрадная студия «Тарарам», образцовый ансамбль народного танца «Крыничка», объединение «Сольное пение» и другие коллективы, конечно. Своими выступлениями артисты разрядили обстановку и создали атмосферу праздника. Подробнее об этом пишет газета «Заря». А что же пишут остальные издания Брещины, более подробно расскажет наш обзор. То, что произошло 13 ноября во дворе пятиэтажки в Бресте, ефрейтор 111-й гвардейской артиллерийской бригады Илья Косюк и по сей день осознать до конца не может. Он собирался на службу, завел машину и вдруг услышал детский крик. Чуть позже парень увидел картину, от которой мгновенно, автоматически, как потом рассказывал, включился режим необходимых в чрезвычайной ситуации действий. Подробности у «Зари». Является ли достаточно информационная кампания по освещению хода выборов президента Республики Беларусь? Какие качества должны быть присущи главе государства? Как им видится будущее страны на перспективу? С этими актуальными вопросами корреспонденты «Зари» обратились к педагогам и работникам Брестского областного лицея имени Машерова. Целую серию «Краш» из игрового автомата зафиксировали в Барановичском торговом центре за последние несколько месяцев. Кто решил покуситься на игрушки? Ответ ищите в номере нашего края за среду. Хорошая новость для жителей Барановичей, у которых диагностирована грыжа. За операцией больше не нужно ехать в Брест или Минск. В городской больнице лапароскопические хирургические вмешательства уже поставили на поток. Подробности у районки. О чем прочитать, узнаете из обзора прессы «Утреннего эспрессо». Жизнь на селе – это не только хлопоты на полях, на фермах, на машинных дворах. Это благоустроенные усадьбы, тепло семейного очага, радость от родных мест. «Агромир» – телепрограмма о людях, которые умеют радоваться жизни. Каждую среду в 19.50 на телеканале «Беларусь-4». Виталина, ты знала, что начинать утро с улыбки – это не просто слова, а научно обоснованная рекомендация. Я, конечно, подозревала, но никогда не слышала точных подтверждений. Дело в том, что научно доказано, что улыбка стимулирует выработку эндорфина, серотонина и дофамина – так называемых гормонов счастья, которые помогают укреплению иммунитета. Что ж, предлагаю нашим зрителям заняться утренним фитнесом с улыбкой на лице. Уверенный эффект будет просто потрясающий. Не сомневаюсь, занимаемся вместе. Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами тренируем заднюю поверхность бедра и внутреннюю поверхность бедра. У нас на очереди три упражнения, для которых нам не понадобится вес. Первое упражнение – приседания плие с широкой постановкой ног. Носки слегка развернуты в стороны. Упражнение выполняем 30 секунд. Итак, приседания и пружинки там глубоко. Давься 30 секунд. Спина ровная. Колени направляем на второй палец ноги. Дышим глубоко. Размеренно. В пятку давим всегда чуть сильнее, чем в переднюю часть стопы. Работают бедра. И внутренняя поверхность бедра. Вдох, выдох, вдох, выдох. Короткие пружинки. Давайте еще 7 раз. 7, 6, 5, 4. Давим в пятки. 3, 2, 1. Есть. Вторым упражнением проработаем заднюю поверхность бедра. Итак, мы делаем отведение таза назад. Руки скользят вдоль ног. Делаем шаг в сторону для более широкой постановки ног. И также делаем отведение таза. И поехали. Шаг узко, широко. Узко, широко. На вдохе тянемся назад. На выдохе подъем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Тянем заднюю поверхность бедра хорошенько. Спина ровная. 30 секунд выполняем. Еще немного. Есть. И вернемся к проработке внутренней поверхности бедра. Работают полностью все мышцы ног. Итак, на вдохе мы делаем шаг в сторону. Сгибаем ногу в колени. И на выдохе подъем. Шаг. Толчок. Работаем 30 секунд. Вдох, выдох. Тянем таз назад. Одна нога сгибается, а другая прямая. Спину держим ровной. Лопатки у позвоночника. Вдох, выдох. Еще 10 секунд работы. Чем глубже присаживаемся, тем лучше, тем глубже проработка. Закончили. И еще 30 секунд. На вторую ногу я вас верю. Вдох, выдох. Отлично. Вдох, выдох. Делаем еще 10 раз. 10. 9. 8. Хороший толчок. Вдох, выдох. 6. 5. 4. 3. 2. Последний. Есть. Вы большие молодцы. Стройные ноги вам обеспечены. Бодрого вам дня. Счастливо. Квалифицированные врачи. Часто очень хочется прийти к доктору, и чтобы доктор дал волшебную таблетку. Диагностика диабета, как и диагностика всех заболеваний. Первое – это анамнез. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Расскажут все о болезнях. Тренинг гипертензии называют тихим убийцей. И помните, что болезнь лучше предупредить, чем лечить. А лучше операция та, которая не сделана. Развенчают мифы. Для начала остеохондроз – это не заболевание. Шок-контент, как говорится. Не всегда перикардит – это только накопление жидкости. Не ищите виноватых. Виноватых в этом нет. Ген сахарного диабета, если мы всем сделаем нам анализ, есть более 80% населения. Научат питаться правильно. Если раньше мама вставала, готовила сырники, сейчас маме проще насыпать какого-то быстро растворимого завтрака, нарезать батона с колбасой этому ребенку. Соблюдая принципы рационального питания, мы сможем заняться профилактикой развития атеросклеротических изменений. Подскажут, как бороться с недугом, чтобы жить полноценно. Ведите здоровый образ жизни, дышите полной грудью и не забывайте про здоровье. Интересный факт. Половина населения Земли, а по некоторым подсчетам даже две трети, никогда не видели снегом. Ну, мне жалко таких людей. Они пропускают такие красоты зимней природы, снежное солнечное утро за слегка замерзшим стеклом. Это то, что должны увидеть все. Полностью согласна. Зимние пейзажи – это что-то особенное. А какой же погодой будем наслаждаться сегодня мы, узнаем из прогноза. Смотрим. 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 Что ж, друзья, сегодняшнее утро подошло к концу, но впереди еще целый прекрасный день. Сегодня среда, 20 ноября, и с вами это утро встречали мы, Андрей Палагин и Виталина Садовенко. До новых волнующих встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»